Привет! Привет! Здорово! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Привет, рыбаки! Привет! Здравствуйте! Как видите, мы сегодня объединились в такой вот прекрасный коллектив Тутвалдас и Арунас. Не хотелось заканчивать зиму, и поэтому мы немного порыбачили в Швеции. Эта зима была очень короткая, как никогда, и очень хотелось закрыть зимний сезон не в Литве, потому как в Литве льда уже нет. Вот Арунас упоминал, что местные еще где-то находят маленькие озерешка, но мы не хотим рисковать. И вот, наконец, в наших руках удочки с поплавками. По всем правилам природы, реки первые освобождаются от льда. Озера сбросят оковы попозже. И наша первая рыбалка в этом году на открытом водном пространстве. Мы целимся на мирных рыб. Эта платва может один другой головой. Изготовили приманку, как вы сами видели, у Арунаса в магазине. Потому как нам опять не повезло, погода стала прохладной. Хотя на той неделе грело весеннее солнышко, а теперь зима опять показывает свои зубы. Но это пустяк. Мы, как пионеры, всегда готовы. И мы надеемся, что сегодня отлично порыбачим. А теперь, как всегда, сначала корм для рыб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня будем рыбачить вот с такой системой. Это рекомендация Рунаса. Посмотрим. Тут вот очень просто. Есть заготовка комплекта. Крауса. Где думать не надо. А вот так насаживаешь. И просовываем весь арсенал на вал. Вот так вот. Это так называемый в сторону сдвинутый вал. Ну а потом его длину будем регулировать так, как нам удобно. И только внизу привязываем молот в сочетании с грузоподъемностью поплавка. Мой поплавок 5-граммовый. Той молот цепляю тоже 5-грамм. Все это сделать очень-очень просто. Вот раз и все. Как видите, вертушка отведена в сторону. К ней привязывается вал около метра. Ну или, как еще говорят, подсевка. И молот приподнят около 15 или 20 сантиметров от вала. Все очень просто. Тут местные все так рыбачат. Начальная прикормка закончена. И теперь только остается отрегулировать поплавок. Глубину и правильно провести. Приготовить разные системы и ими поиграться. Так пока что рыбачу системой так, как посоветовал Арунос. И посмотрим, как рыба хочет, чтобы быстро провел или медленно. Чтобы поплавок полегче или потяжелее. Придется импровизировать. Легко не будет, потому как погода резко изменилась. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Когда солнце поднялось высоко и нагрело воздух, рыба стала активной, и почему-то первая рыба не мелкая плотва и мелкий голавль, а такой вот красавец ядреный неманский голавль. Вот первый в этом году на открытом водном пространстве лов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Итак, оседлали это место, поймали несколько галавлей, и начался тут шум и гам. Вон там пароход куролесит, на другом берегу какой-то ремонт начали, в общем, много шума. Город есть город, ведь мы сегодня рыбачим, можно сказать, почти в самом городе Друскененькай. Он вон там, на другом берегу Немана, звука очень много, и вся рыба, наверное, уплыла в другое место. А мы не падаем духом и не теряем надежды, и мы передвигаемся немного вверх по течению. Поискать другого места для рыбалки. Вернадь! 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 Продолжение следует... Прибыв на новое место, само собой, сразу кормим рыбу. Тут не надо далеко бросать, так как тут есть яма около трех метров. Поток воды помедленнее, и потому приманку будет размывать помедленнее, помаленьку. Этот отрезок достаточно глубокий и длинный. Прикормка тут красиво будет ложиться, и для меня тут места много. И я смогу здесь красиво порыбачить. Ну а пока рыба среагирует на прикормку, самое время поговорить о катушке, с которой я сегодня рыбачу головли. Это дренан 4000. Замечательная катушка. Что же мне в ней сразу понравилось? У нее есть широкий и большой барабан, и он неглубокий. Что это дает? Во-первых, очень хорошо ложится леска, и она не закручивается. Это очень большое преимущество. Что еще мне понравилось? Вот тут такая новинка. На других катушках я не видел. Тут такая метка. Тут у меня есть сбоку. Цифра 016. Такая пластмассовая заклепка. Так можно пометить каждый барабан. И не забудете, какой толщины у вас леска. Есть множество таких вот заклепок. Они разного размера. 0,18, 0,16, 0,14. И все это устроено вверх по порядку. Да, это прекрасное изобретение. И плюс есть еще несколько запасных барабанов. Они есть с разными углублениями. Этот вот поглубже предназначен для лески потолще. И вот есть специальное место для метки. Ее убираем. И вот оттуда. Из заклепок. Берем пластмассу и вставляем. И будет помечено, какую леску мы намотали. Это очень здорово и удобно. Другая фишка. Это довольно быстрое мотание лески. Соотношение передачи 1,5. Толстый барабан дает быструю сборку лески. А это очень актуально для ловли в реке и на озере. Конечно, в реке гораздо удобнее, когда выпускаешь много лески. Делаешь долгую и медленную проводку. Потом быстро собираешь и бросаешь снова. Бросок хороший. Неглубокий барабан дает делать дальний бросок. Само собой, хорошая сборка. Ручку загнул и можно паковать. Рекомендую. Обратите внимание, это не есть какая-нибудь супер дорогая катушка. Думаю, она доступна каждому. Прибыв на новое место, я вижу, что здесь все по-другому. Другая местность, другая река, нету залива, поток устойчивый. Арунос упоминал, что здесь глубина около 3 метров. Не надо далеко бросать. Но надо делать очень медленную проводку. Поэтому выбрал баллонную удочку. Она была уже смонтирована с митчел-катушкой, которую использую, наверное, третий или четвертый сезон. Ну а система здесь самая простая. Просто весь молот собрал в одну точку и примерно полметра леска. Делаю такую систему потому, что взял длинную удочку. И с таким длинным инструментом я смогу очень хорошо провести. Практически мне надо бросать вон туда, где кончается удочка. Да, кстати, крючок. Крючок небольшой. Леску уменьшен до 0,10 мм. А крючок надел размером 14. Красного цвета. И, кстати, он у меня последний. Конечно, в запасе номер 14 есть. Но он не красного цвета. Вообще-то, они мои любимые. Их больше всех имею. Особенно они годятся раннюю весною или поздней осенью. Небольшого размера, острые, из тонкой проволоки. Очень хорошо насаживается, как и мотыль, так и личинка мухи. Такая вот простая система. Чтоб только рыба клевала. Музыка. 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 Сегодня уже в третий раз меняется погода. Налетела туча, солнышко пропало. Капает, но стало теплее, и рыба начинает движение. Поменяли место, и на этом новом месте мне клюнул лещ. Здесь, на этом месте, наверное, собралась весенняя группа лещей. Как для такого дня, это очень солидная рыба. Наживка из мотыля и личинки мухи. Отпускаем его на свободу. Музыка. 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 Опа. Музыка. Музыка. Опа, еще одна рыба. Еще один красавчик. Кажется, из одной и той же шайки. Видно, собрались кучу одного размера. Воды здесь немного меньше. И им здесь такое спокойное течение. Наверное, лещам это нравится. Там, где мы были, ситуация немного другая. Там течение посильнее. Использовали поплавки потяжелее. А здесь вот, пожалуйста, река поспокойнее. Хватает поплавка 6 граммов. А там пришлось использовать 8-граммовые и даже 10-граммовые поплавки. Так что это место для лещей гораздо лучше. Так что это место для лещей. О, какой здоровяк. Да, погода сегодня нас не жалует. Дождь сильно распоясался. И мы не будем ждать вечернего клева. Придется насладиться тем, что сегодня уже поймали. Думаю, хоть и какие не были тяжелые условия сегодня, даже поменяв место и поменяв систему, и агрессивнее накормив, думаю, можно одну другую рыбу соблазнить, даже если клева вообще нет. Пойду-ка я уговаривать друзей ехать домой. До Вильнюса дорога долгая. До Вильнюса дорога долгая. И вам будет приятнее рыбачить. И другим рыбакам будет тоже приятно. И кстати, за то, что не убрали мусор, могут влепить штраф. Рыбалку решили закончить. А точнее, погода решила поставить точку. Начинается сильный дождь. И думаю, вечернего клева ждать не будем. Спасибо тебе, Рунас, за рыбалку. И тебе, Валдас, спасибо. Ну а с вами встретимся через неделю в это же самое время. Пока, до встречи. До свидания.